Проблема, с которой столкнулись многие учителя в онлайне — проверка домашних заданий. Точнее, даже не проверка, а получение домашних заданий в удобном месте и формате, так, чтобы можно было комфортно для себя делать эту проверку. Проблему можно решить. Для этого достаточно сформировать ряд правил, которые важно зафиксировать со своими учениками. Первое — это один канал. Одно — место, где вы получаете все сообщения или письма. Второе — это формат. Их бывает немного, всего три — текст, фото или видео. Мы рекомендуем под каждый формат прописать критерии. Например, для текста достаточно описания шрифта, размера и интервала. Для фото важно качество фотографии, свет, чтобы он хорошо освещал поверхность съемки. Читаемость текста — так, чтобы на кадре была расположена не вся тетрадь, а только область, которая вам необходима для проверки. Ну и расположение на фото, чтобы вам не приходилось вертеть свой компьютер для того, чтобы прочитать, что же там написано. Для видео также важен свет, чтобы вы видели, кто на видео вообще находится. И звук, чтобы звук, ради которого, в общем-то, видео и снимается, хорошо вам передавался. Следующий важный пункт — это срок для отправки заданий. У каждого задания должен быть срок, до которого ученик его отправляет, потому что в случае неотправки важно прописать и штрафные санкции за несвоевременную отправку или неотправку совсем. Тема сообщения, сопроводительного надписи или тема письма — тут тоже важно сделать так, чтобы они были одноформатные. Например, фио, класс и дата урока, на котором задано это домашнее задание. Важно учитывать одну особенность. Дело в том, что часто ученики пользуются отправкой домашних заданий через родителей, поэтому проинформировать родителей о том, какие требования у вас к домашним заданиям, очень важно. В материале к этому видео мы собрали шаблон, описание таких правил, чтобы вы только добавили свои персональные детали и уже завтра смогли их отправить своим ученикам и их родителям. Мы с командой продолжаем формировать полезные для вас материалы. В форме на сайте вы можете поделиться теми темами, которые для вас наиболее актуальны. Спасибо!